Да, мы из тех стран, которые считаем, что Парада Победы у нас не должно быть. Это не наша война, это не наши георгийские ленты. Наша лента – голубая казахстанская. Во-первых, я зарабатывала в Москве. Да, из Москвы, я сказала, от 5 до 30 тысяч долларов в месяц. Да, мы считаем, что у вас поезд уже ушел, и мы в этот поезд не собираемся садиться. Это драндулет, который выпускает только корабли в Москву, которые идут по своему направлению. Да, мы считаем, что нам с вами не по пути. Мы вам не младший брат, не братский народ. Помимо той помощи, которую мы оказывали, была серьезная помощь. Они, я сейчас могу, что-то валить открыто, когда мы заставляли в Украину каски и броню судебных. Добрый день. Принимаем только гуманитарную помощь в виде финансового, потому что, первое, нету бортов. Вчерашнее, что мы загрузили, во-первых, были проблемы с таможенным декларированием. Пять часов на это потратили. Второе, этот двор так и не вылетел в сторону Украины. Дорогие земляки, которые находятся в Казахстане, я обращаюсь к вам с призывом объединиться и поддержать нашу страну в это тяжелое время. Токжан Кажалиевна выдвинулась нашим, как говорится, партнером в помощь Украине. Поэтому я вас прошу, если вся какая-то помощь от вас финансовая, материальная, то все я на своем инстаграме буду выкладывать номер Токжан. То есть данный номер карточки, все средства вы будете туда приводить, потому что большая вероятность, что воспользуются этой ситуацией мошенники, потому что всегда это было и есть. Давайте вот мое грязное белье останется моим грязным бельем, хорошо? Дорог Казахстана поддержал не только пикингами, не только постами. Мы поддержали лекарствами, мы поддержали одеждой. Мы поддержали продуктами. Народ Казахстана показал, что сразу же мы готовы помочь.